Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня у меня для вас 3 вкусных и полезных салата из моркови. Все эти салаты можно готовить для каждодневного стола, на обед, на ужин или на перекус. За основу для всех этих трех салатов я буду использовать вкусный и полезный овощ, свежую морковь. Для каждого салата понадобится по одной свежей морковке. Приступаю к приготовлению первого салата. Кроме морковки понадобится одно крупное яблоко, очищаю его от кожуры и удаляю сердцевинку. Кроме морковки и яблока понадобится еще 2 яйца, сваренных вкрутую, очищаю их от скорлупы. Также понадобится одна небольшая луковица, нарезаю ее мелким кубиком. Нарезанный лук перекладываю в пиалку и заливаю крутым кипятком, оставляю на несколько минут для того, чтобы из лука вышла горечь. Три небольших зубчика чеснока натираю на мелкую терку, также можно измельчить с помощью чеснокодавки. Пришло время моркови, натираю ее на самую мелкую терку. А очищенное яблоко натираю на крупную терку. Яблоко сбрызгиваю соком лимона, для того, чтобы оно не потемнело. Яйца натираю на крупную терку. Небольшой кусочек твердого сыра также натираю на среднюю терку. Лук постоял в кипятке в течение 10 минут, сливаю с него воду. Собираю салат. На большую тарелку первым слоем выкладываю лук, аккуратно разравниваю. Лук слегка по вкусу подсаливаю и сбрызгиваю соком лимона. Также немного добавляю щепотку сахара. Сверху на лук выкладываю половину тертого яблока, затем половину тертого яйца. Немного яйца подсаливаю. На яйцо выкладываю половину тертой моркови. Добавляю сверху немного тертого чеснока. И весь этот слой промазываю домашним йогуртом, натуральным йогуртом, без каких-либо добавок. Вместо йогурта можно использовать нежирную сметану или майонез, на ваше усмотрение. Затем вторым слоем выкладываю оставшиеся натертые ингредиенты. Натертое яблоко, яйцо, тертая морковь. И промазываю йогуртом. В йогурт я добавила еще оставшийся чеснок. Верхний слой салатика посыпаю тертым сыром и украшаю на свое усмотрение. Такой салат должен настояться в течение часа-полутора в холодильнике, а затем его можно будет подавать. Очень вкусно, рекомендую приготовить. Приступаю к приготовлению второго салата. Для него нам понадобится все та же морковь. Натираю ее на крупную терку. Сюда же на крупную терку натираю 2 яйца, сваренных вкрутую. И измельчаю 3 зубчика чеснока. Мелко нарезаю небольшой пучок свежего укропа. Отправляю в салатник ко всем ингредиентам. Добавляю пол чайной ложки соли. И заправляю сметаной. Сметана понадобится от 3 до 5 столовых ложек. Все хорошо перемешиваю, перекладываю в салатник и сразу же подаю. Очень вкусный, полезный салат. Подойдет для повседневного стола на обед, на ужин или на перекус. Рекомендую приготовить. Приступаем к приготовлению третьего салата. Для него нам понадобится все та же морковь, орехи, немного чернослива и натуральный домашний мед. У меня мед и хиноцеи. Очень полезный. Можно использовать абсолютно любой мед, который вам нравится. Морковь натираю на крупную терку. Чернослив заливаю крутым кипятком и оставляю на 5 минут, чтобы немного разбух. За это время орехи измельчаю, но не сильно мелко. Чернослив размягчился, сливаю с него воду и обсушиваю бумажными полотенцами. Обсушенный чернослив нарезаю на полоски. Все ингредиенты, подготовленные, собираю в салат. К натертой моркови добавляю орехи, порезанный чернослив и мед. Вкус и концентрация каждого меда разные, поэтому добавляйте на свой вкус. У меня мед хиноцеи, я добавляю 2 столовые ложки. Все хорошо перемешиваю, перекладываю в салатник и сразу же подаю. Этот салат очень вкусный, его можно кушать как десерт. Все эти три салата очень просты и легки в приготовлении, понравятся любителям вкусных и свежих салатов. Спасибо всем за просмотр и пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых выпусках. Приятного аппетита! Продолжение следует...